Приветствую вас, Александра. Сочувствую, безусловно, вашей проблеме. Понимаю, как вам тяжело. Прям чувствую, что у вас тяжёлая ситуация. Вот. Но, надо сказать, что для анализа вы написали очень мало информации, потому что... Ну, потому что вы, по сути, ничего не написали. Да. То есть вы просто сказали, что ребёнок три года. Значит, так. В декретном отпуске. В ближайшее время выходить на работу. Вот. И на протяжении трёх месяцев я нахожусь в разном состоянии. Тривозное состояние, усталость, бессонница, лед, нет настроения, паника и так далее. Вот это всё, как бы, симптомы. Вот это всё симптомы, но не сама причина. А причина, она, по-видимому, в чём-то другом, в чём-то, ну, о чём вы здесь нам не написали, к сожалению. Вот. Как бы, вы нам не написали о том, что конкретно у вас произошло. Что конкретно с вами произошло. Вот. То есть, как бы, непонятно, да, и в итоге информации для нас никакого. Вот. То, что... То, что вы описываете, да, ну, это... Как бы, может быть реакция, может быть реакция ей, точнее, на какие-то события в вашей жизни, которые произошли. Вот. Вот. А, ну, какие события, да, непонятно, непонятно. Вот. Может быть вы так реагируете на декретный отпуск, что вам тяжело. А, может быть, что-то ещё имеет место быть. То есть, не ясно. Не ясно, к сожалению, не ясно. Поэтому нужно анализировать ваши отношения в семье, нужно анализировать ваши отношения с мужем, нужно разбирать ваше самочувствие, ваше состояние, да, и, соответственно, уже тогда будет более-менее что-то понятно. Вы пишите, что была у психолога два раза, раньше его, что вы делали, пила антидепрессанты, кто вам назначил антидепрессанты. Психолог назначить антидепрессанты не может. Потом решила, что справлюсь сама, и с какой стати, почему вы так решили. Потом знакомая по описанию моих симптомов посоветовала проверить щитовидку, сдала все анализы, делала мнение. Тут вы имеете ввиду, что вы получили анализ, и они показали, что с щитовидкой все в порядке. Так вы имеете? Или так вы говорите? Или как? В итоге всё так же. Сейчас я вообще запуталась, запутались в чём? Забыл ещё когда улыбалась. А, что конкретно вас расстраивает? Давайте для начала выделим такие очаги, которые вызывают у вас наибольшее скопление вот этого чувства негативного. У вас в отличном цене определённо нет, нет никаких, никаких, никакого материала нет для анализа. Срывают на ребёнка и на музе, то есть, соответственно, есть напряжение. Напряжение от чего-то появляется, что вас напрягает. Мне очень страшно, что я не выдержу. Подсещают плохие мысли. Какие плохие? Скоро на работу. Выходить я в таком состоянии, я не понимаю, как я справлюсь. Пожалуйста, подскажите, как справиться в моей ситуации. Слушайте, ну справиться, это значит справить. Вам не справляться нужно, а раскрывать свои чувства. То есть, возможно, речь идёт о том, что в результате развития ребёнка у вас поменялся гормональный фон, и теперь то, что вы раньше себе зажимали и подавляли без особого, ребят, теперь уже не получается. Так, так. То есть, опять же, без анализа, без подробной консультации здесь не обойтись. То есть, я не очень понимаю, Александра, чего вы ждёте от психологов здесь на сайте через текст, на что вы надеетесь. То есть, вам нужно выбрать психолога здесь на ресурсе и поработать с ним, потому что он вдруг нет других оснований, других вариантов нет. Либо обратиться ещё раз к психологу, только уже обстоятельно и в какое-то время с ним работать. Это точно не два раза и, возможно, даже не пять и не шесть. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку в «Дротомочь», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.